Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. МИД-НКР направил уведомления Генсеку ООН и Генсеку Совета Европы. В Армении стартовали тактические учения артиллерийских подразделений. В Арцахе успешно завершились испытания нового ударного дрона. Республики Арцах Райка Арцюняна будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьера Армении. Церемония инаугурации начнется в 18 часов 21 мая в городе Шуши. МИД-НКР Отмечается, что Арцах обязуется информировать Генсеку ООН и Генсеку Совета Европы о введенных ею правовых мерах в период чрезвычайной ситуации, а также сообщить о дате прекращения действия данных мер. Республика Арцах присоединилась в одностороннем порядке к Международному пакту о гражданских и политических правах в 1992 году и к Европейской конвенции по правам человека в 2015 году. Министр иностранного дела Армении Зограб Нациканян вчера провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым России, Стефаном Висконти Франция, Эндрю Шафером США, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Нациканян и сопредседатели Минской группы обменялись мнениями о региональных развитиях после последней видеоконференции. Глава МИД Армении подчеркнул важность постоянных контактов с сопредседателями Минской группы в условиях пандемии. Собеседники также рассмотрели перспективы визитов сопредседателей в регион и проведение совещаний на уровне министров после снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, вчера около 20 часов 32 минут на территории одной из воинских частей при невыясненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Генрих Арамян 2000 года рождения. Для выяснения обстоятельств происшедшего ведется следствие. По факту гибели военнослужащего срочной службы Генриха Арамяна возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 104 убийства. На полигоне Тигрнакерт вчера успешно завершились испытания ударного дрона, разработанного и модернизированного специалистами армии обороны НКР. Как сообщает пресс-служба Минобороны, дрон функционирует автономно от различных технических средств позиционирования, обладает высокими возможностями управления и огневого поражения, не уступает по техническим характеристикам подобным аппаратам ведущих стран и управляется легко. В ближайшие месяцы начнется серийное производство беспилотных летательных аппаратов. Они займут свое полноценное место в оборонной системе Арцаха. За испытаниями следил министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян. На общевойсковом полигоне имени маршала Баграмяна в Армении вчера начались тактические учения артиллерийских подразделений с применением оперативно-тактических средств и реактивных систем залпового огня СМЕРЧ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении. Цель учений – подготовка и ведение боевых действий артиллерийской бригады в оборонительной операции, проверка возможностей командиров личного состава и штабов по приведению в высокую боевую готовность подразделения, совершенствование практических навыков солдат и умение работать в полевых условиях. На первом этапе к районам сосредоточения стянуты вооружение и военная техника, а на заключительном этапе трехдневных учений запланирована боевая стрельба. В Арцахе выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения НКР. Отметим, что ранее 27 образцов были отправлены в Армению для тестирования на COVID-19. Один из тестов оказался положительным. Инфицированный гражданин помещен на изоляцию. В настоящее время в Арцахе подтверждены 29 случаев COVID-19, 8 человек излечились. По положению на 11 часов 20 мая в Армении подтвержден 5271 случаи коронавирусной болезни, из которых 2419 выздоровевшие 67 со смертельным исходом. Таким образом, за сутки имеются 230 новых случаев заражения коронавирусом и 255 выздоровевших. Международный валютный фонд 18 мая принял решение допустить немедленное выделение Армении 280 миллионов долларов США. В заявлении ведомства отмечается, что экстренный кредит поможет властям сдерживать краткосрочные риски и предоставит ресурсы для решения неотложных гуманитарных и экономических последствий пандемии COVID-19. По мнению специалиста фонда, текущая ситуация нарушила темпы экономического роста Армении и благоприятные экономические условия. Также отмечается, что финансирование поможет сохранить макроэкономическую стабильность республики. Американская биотехнологическая компания «Модерна», основанная американским предпринимателем, инженером-технологом армянского происхождения Нубаром Афианом, сообщила о первых успехах тестирования созданной компанией вакцины от коронавируса. Результаты испытаний показали способность вакцины вырабатывать антителах коронавирусу. Испытание было проведено Национальным институтом здравоохранения США. В нем приняли участие 45 пациентов. Также в ходе тестирования было установлено, что вакцина в целом безопасно, легко переносится. В «Модерна» отметили, что новая стадия исследований должна начаться в июле. В случае успеха последующих стадий испытания вакцина может быть использована в экстренных случаях уже этой осенью. Однако компания пока не может точно сказать, способна ли их вакцина предотвратить пандемию нового вида коронавируса. Послушайте материал, подготовленный Карина Мусейлян. Сегодня Государственный центр эпидемиологии и гигиены получил от Минздрава Арцаха 13 гидропультов для дезмероприятий больших территорий, работающих на бензине. Об этом нам сообщила исполнительный директор центра Офелия Григорян. Наши специалисты посмотрели его работу, ознакомились с паспортом гидропульта нового, раздадим по районам, соберем специалистов с районов, проведем тренинг с этими специалистами, ознакомим с работой этого гидропульта нового. И мы будем работать, и тем более, что это сегодня актуально. Мы могли сказать о двух районах. Сейчас мы можем говорить об одном районе Шелмянском, где у нас регистрируются случаи ковида. Наши специалисты приезжают на места для взятия проб в обязательном порядке. Вторая группа тоже с ними выезжает, которая проводит дезмероприятия на местах. Офеля Рубеновна, на каком этапе находится создание многопрофильной лаборатории? Лаборатория полимеразно-цепной реакции. Это будет современная оборудованная аппаратурой лаборатория. Будут подготовлены работники. Вначале с нами поработают специалисты Сири Ивана, передадут свой опыт, научат наших работников. Так мы уже сами, самостоятельно будем работать. Но в основном, это процентов 95 уже ремонтных работ закончено. Процентов 60-70 оборудования мы уже получили. На сегодня у нас уже находится инженер, который будет налаживать инженерные работы. И ждем уже специалиста, который будет работать с самим оборудованием. Заодно и будет проходить учебный процесс наши работники. И средний медперсонал, и лаборанты с высшим образованием. Какие дополнительные виды анализов будут выполнять в лаборатории? В PCR-лаборатории в основном делают анализ на уровне РНК, ДНК. До ковида, конечно, планировали, что мы будем делать типирование вируса гриппа, сезонных вирусов. И уже будем иметь картину, какой тип вируса нам ждать уже в период подъема сезонного гриппа. Далее мы планировали проводить анализы гепатиту С, гепатиту В. У нас будут проводиться еще анализы на гриппоподобные вирусы типа аденовирус, реновирус, парагрипп. И планировали ряд PCR-анализов проводить для выявления бактериологических уже исследований, связанных с COVID. И сейчас у нас, конечно, в первую очередь встает вопрос внедрения лабораторной работы по выявлению COVID. Работы по открытию многопрофильной лаборатории находятся на стадии завершения. Они были начаты два года назад. С открытием лаборатории полимеразно-цепной реакции, тесты на COVID-19 и ряд других анализов уже будут проводиться в Степанакертии и не будет необходимости переправлять их в Армению. По сообщению исполнительного директора центра, эпидситуация по другим вирусам в Арцахе спокойная. За последние годы самый хороший показатель. Это дает возможность акцентировать внимание на выявлении и лечении коронавирусной инфекцией COVID-19, которая в Арцахе проходит в легкой и среднелегкой форме. И завершает нашу передачу информация о погоде в четверг, 21 мая. На территории НК рождается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 12-18 тепла, днем 25-37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...